Наша студия, мне кажется, наполняется праздником всегда, когда приходит Анна Рассинина к нам в гости. А еще сегодня она принесла к нам шишки. Анна Рассинина, ландшафтный дизайнер и эксперт программы. Напоминаю, друг, забыли. Доброе утро. За две недели, которые я прогуляла. Вы когда-нибудь вообще видели шишку вот такого размера? С какого это дерева? Это сосна. В смысле, у нас в Сибири такого можно найти? Ну, конечно же нет. Главное уверенно говорить, Анна. Ну, это не все, что сосна Евгения, только наше. Да ладно? Оно же еще и там, и там, и в общем везде. Конечно, это совсем не наш друг. Ну, мы, очевидно, это видим, потому что если бы вы заметили такое растение в лесу, я думаю, оно бы незамеченным не осталось. Оно в Северной Америке живет. А как у вас оказалось? Ну, оно прямо в дар мне досталось, в дар. Принимаю шишки, ветки, хворост, что там еще принимают под Новый год. Это посылки прямо из Северной Америки. Шишек. Можно сказать и так. Ну, в общем, мы с ней нашли друг друга, я бы так сказала. И мы вообще ищем друг друга со многими растениями, как вы видите. И я в счастливой поездке в теплую страну тоже, конечно, приволокла. Я бы отчаялась, что я ручная кладь. Зачем я это сделала? Надо было багаж, багаж. И чтобы побольше всякого, потому что Новый год на носу, надо себе дарить новогоднее настроение и привозить что-нибудь такое, то, что может украсить ваш дом. И сегодня я принесла разные шишки. Иногда ведь мы ходим мимо и ничего не видим, то, что под ногами. Вот вы, Евгения, когда последний раз обращали внимание на шишку на дереве? Ну, вот если бы я такую увидела, тогда бы я на нее внимание обратила. А так, ну, кстати, я в сентябре месяце ездила в дендрарь технологического университета. Вы были, наверное, в Академгородке? Нет, вот на Удачном, туда старый заброшенный. И вот там я посмотрела и на листики, и на шишки. Но шишек особо не встретила, там разные растения. То есть у вас первый шаг к ландшафтному искусству все-таки по чуть-чуть, по чуть-чуть, да? Как мы говорили, садовник должен быть терпелив. Почему? По всему. Спасибо. Очень мудрый совет. Нужно ждать, когда это вас зацепит, и тогда вы начнете обращать внимание. Вот, например, если вы такого бы зверя встретили, Евгения, я не думаю, что вы бы прошла мимо. Ну-ка, посмотрите. Смотрите, какая прекрасная вещь. Это квадратик какой-то, кубик. Держите, и вас мы одарим кипарисовой ветвью. Спасибо. Посмотрите, какие интересные. Вот вы тут немножечко до меня говорили о том, что декорировать что-нибудь, чем-нибудь. Я, конечно, притащила вот это вот все, то, чем можно декорировать. Если честно, я это бы вообще никак не декорировала. Я бы тоже. Мне кажется, это очень естественно, натурально выглядит. Иногда можно декорировать, декорировать и... Додекорироваться. Да, передекорировать, я бы даже сказала. Передекорировать. Мне кажется, что на самом деле ничего прекрасней, естественной вот этой красоты и разнообразия нет. У меня, например, вот такое есть ведро для каких-то... Ну, это ведро. Это ведро. Смотрите, покажите, пожалуйста, еще раз Руслана. Смотрите, как интересно в кадре выглядит он с веточкой, такой же, как у него веточка за стеной. Как дерево. Посмотри. Как будто спрятался в этих кусах. А еще синий со свежезеленым вообще. В общем, этот кипарис вам к лесу. Что мы будем делать? Я буду так всегда ходить тебе. Спасибо. Как создавать будем композицию из этих самых шишек? Я бы сказала, что я композицию... Ну, я же могу рассказывать, как это, что это. Ну, в общем, как делаю я дома. У меня есть вот это чудесное ведро, которое служит разными всякими композициями для всего подряд. Я бы даже не стала, Евгения, делать акцент на том, что я сейчас буду делать. Потому что я все-таки больше хотела бы сегодня рассказать о разных шишках. Ну, например, когда я привезла это сюда... Ой, там какие-то семена. Сюда будем сеять, наверное, да? Семена на... Вот, смотрите, как. Шишки. Волшебство. Поток от Адрофина идет. Всякого разного. Так вот, я сделала вот это. Все, что было у меня в чемодане, я накидала вот так. Если бы тут был какой-нибудь приятный человек-декоратор, он бы туда еще кинул какую-нибудь гирляндочку, которая просто туда сядет. Он ее включит, и вечером вам уже будет хорошо. Чтобы добавить романтики, мы еще туда чего сделаем? Капнем какого-нибудь пихтового маслица немножечко. И уже у меня случится Новый год. Для меня не обязательно вот этой пшикать всем зеленым, красным, голубым. Ну, как-то для меня и так прекрасно и хорошо. Вообще, кстати, шишки, особенно кедровые, это такой вот чисто сибирский элемент, да, который я, когда в 2017 году летала на конкурс в Сингапур, там нужно было обмениваться всем участницам подарками. Я долго думала, ну что им везти? А тем более их там такое количество, что как бы тоже надо понимать, что там чего-то... Я купила всем шишек. Какой был восторг. Какой у них реально у всех был восторг. В шмоле? В смоле, да. Я их из газеты вот так распаковала, отдавала, они все руки в смоле, шишка в руках. Я вам скажу, я счастлива. Я вам скажу, что не меньший фурор, но в отрицательном смысле произвел Петр Первый. Представляете, какие у нас с вами пошли аналогии. С утра Евгения в Сингапуре, Петр Первый. Историческая справка от Анны Рассининой. Так вот, на самом-то деле, многие из нас, просветленных в ботаническом деле, знают, что, конечно, это не кедр. Это сосна кедровая, простите, или сосна сибирская. Отчего так произошло? Петр, великий наш и мудрый, он вообще, кстати, очень много всякого приятного сделал в плане дендрологии растений, он был этим очень увлечен. Ну, а сегодня давайте хотя бы одну конкретную историю расскажем. Короче говоря, строили корабли из кедров, которые там, канадские кедры. И он говорит, всем срочно искать у нас в России что-нибудь, из чего тоже можно. Отыскали, вроде бы, как подобное вот это. Нашли, начали пилить, начали туда поставлять. А они говорят, вообще не подходит это, это вообще не такой кедр, как нам надо, и все плохо, и вообще. И Петр, ну, я немножко это приправила. Ну, короче говоря, он издал указ, что будет отныне кедром, хотя ботанически оно, сосна сибирская. И мы все называем кедровые орешки. У кедра шишка, она сидит, сидит, сидит. И когда она уже падает, в ней нет таких семян, она несъедобная большинство из них. И она превращается в труху. Я даже привезти ее ниоткуда не могу. Ну, конечно. Так что это вот отныне мы едим семена сосны, вообще-то говоря, а никак не кедра. И вот этот вот большой друг, который сегодня, он относится к одному и тому же... Семейству? Семейству, тем более, к одному и тому же роду сосна. Что это сосна, что вот это сосна, что вот это сосна, что вот это сосна обыкновенная, которая у нас с вами растет. Это сибирская, это обыкновенная. Это сибирская, это обыкновенная. Она еще называется сибирская или сосна кедровая. Пину сибирика. И они родственники, так что кедра у нас, к сожалению, днем с огнем не сыскать. Кедры совершенно иные. Я увидела в своей поездке в Ялту прекрасную плакучую форму кедра, которую вообще... Говорю, что это за ива, за такая? Ну, меня так... Говорят, ну, как бы, девушка. А вот эти вот... Я даже не знаю, можно ли это назвать шишками? Это какие-то такие... Ну, это вот кипарисовые шишки, которые... А, кипарисовые. Превращаются вот это, когда они растрескиваются и становятся вот такими интересными, очень декоративными. А вот рядом, смотрите, с коробочкой лежит... Ой, у меня сегодня... Вот это, да, что такое? У меня сегодня еще вот такое. Это киви. Это дар небес. Для меня. Это из Северной Америки, а это дар небес. А это дар небес. Упала высока. Ой, вот там за вашей спиной, как раз, представляете, вот эта плакучая форма кедра. Неожиданный поворот. Не узнать Ялту уже. Неожиданный поворот. Так, а это все-таки. Вот это, вот это, чуть-чуть пройдя за поворот вот от этого кедра, там растет вот это, это называется обезьянье дерево. А еще есть какое-то название помимо этого? Анаукария чилийская. Лучшее обезьянье дерево. Лучшее обезьянье дерево. Что с ним происходит с этим обезьяньим деревом? Ой, там нам наша дорогая продюсер нашла что-то подобное. Ну нет, это, наверное, в народе, там так называют в интернете. Это же денежное дерево. Нет, это денежное дерево, суккулентное растение. Это совсем не оно. Это обезьянье дерево. Что оно из себя представляет? Если мы себе вспомним какое-нибудь такое наше глубокое детство и искусственную ель дома. Помните, она была такая достаточно лысоватая, у нее такие ветки ершиками, ну такая достаточно не очень симпатичная. Это и есть обезьянье дерево. Только живое. Что оно из себя представляет? Почему так назвали? Потому что по этим веточкам очень сложно пробраться обезьяне. Она не может вкарабкаться на него. Она начинает цепляться. И у него такие... Потрогайте вот так. Я, кстати, привезла ее... Она была мокрая, потому что там были ливни, ураганы. В общем, все эти шишки приехали закрытые, мокрые. Она такая была несколько, знаете, такая, какая-то такая живая и немножко такая не очень. Сейчас она подсохла, сделалась злой. Если ее потрогать, да, она такая колючая. Ну это, конечно, они вдвоем срослись. Это не потому, что так должно быть. Это какой-то, да, это такой вот подарок. Знак свыше. Знак свыше. Вот такая у меня теперь интересная шишка есть. Но даже если вы прогуляетесь у нас тут где-нибудь, вы найдете что? Вы найдете ель, шишки ели. И причем ель сибирская, ель колючая. Посмотрите, какие замечательные восточные такие узоры. Сосна сибирская, ель колючая, сосна обыкновенная, сосна сибирская. У нас вариантов на самом деле очень много. А если вы, например, возьмете как вариант... Лиственницу? Я хотела про другое. Я хотела сказать, что если вы даже вот таких шишек найдете, туда привяжите ниточку, можно не покупать вообще даже игрушки. Просто на елку вешайте вот такие вот шишки и все. А если еще и разные, так вообще тогда и разные игрушки будут. Даже если вы наполните это обычными сосновыми шишками вот такими, ни во что их не будете красить, это уже тоже будет прекрасно. И если обратить внимание, что особенно европейские дизайнеры, многие, ну они либо уходят такой в крайний арт, когда это все совершенно каких-то бешеных цветов. Но на самом деле многие возвращаются к легким, спокойным, одноцветным гирляндам, такому натуральному декору. И ничего прекраснее и проще, что самое главное, вообще мне кажется, будет мало нельзя. За натуральность, за естественность, за экологичность мы с вами и выступаем. Да, если уж сильно захочется яркости, можно эти же шишки покрасить золотым или серебряным спреем. За 2 секунды. Да, Анна Рассинина была у нас в гостях. Спасибо большое. Ждем вас, надеемся, до Нового года все-таки увидеть вас еще раз. С чем-нибудь новогодним в том числе. Продолжаем нашу программу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!